Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Сиджэнь также должен компенсировать моральный вред дочери одного из убитых им соотечественников в размере 2 миллионов рублей и затраты на погребение в размере 151 тысячи рублей. Подсудимый после оглашения приговора был удивлен таким мягким решением суда. Продолжение следует... Прокуратура же просила для него наказание в виде 25 лет колонии строгого режима. Видимо, та ненависть, которая накопилась у осужденного из-за общения с потерпевшими, то есть о чем указывал суд, это о том, что его обделяли в выдаче заработной платы, как он считал, а о том, что у него возникли личные неприязненные отношения непосредственно с потерпевшим, либо у Юи, который ударил его в грудь. Несмотря на то, что он мог избежать ссоры, как он сам указать, и уйти в свою комнату, но он был зол на него и хотел убить всех потерпевших, в том числе и непосредственных своих начальников, а это Ман Вайгана и Лянь Ли. Наказание, вынесенное судом, я полагаю, является справедливым, соразмерным совершенным преступлением. Сторона государственного обвинения полагала возможным не назначать пожизненное лишение свободы с учетом возраста осужденного, с учетом тех положительных характеристик, отсутствия судимости у него, и просил назначить максимально возможное наказание. Это в виде 25 лет лишения свободы. Суд, с учетом всех смягчающих обстоятельств, назначил 24 года лишения свободы. По версии следствия, в 2014 году Джан Си Джень с женой в составе группы китайских рабочих приехал в Россию на временные заработки и работал пастухом коров на одной из ферм неподалеку от Краснокаменска. Вечером, 16 августа 2014 года, когда он и другие работники фермы решили расслабиться, устроив ужин со спиртными напитками, один из работников стал говорить Си Дженью о том, что хозяева фермы скоро продадут весь скот, оставят его без работы и уволят. Подсудимый начал спорить и ругаться, в результате чего между ними произошла потасовка. В ходе нее Джан Си Джень вынул из сапога хозяйственный нож и стал размахивать им. Двоих своих сограждан он убил прямо в столовой, третьего тяжело ранил. После этого Си Джень с ножом бросился к домику, в котором проживали другие китайцы, в том числе и хозяйка фермы, также гражданка КНР. Ей мужчина нанес 13 ножевых ранений. Бывшему с ней помощнику удалось сбежать. Немного успокоившись, Джан Си Джень позвонил своему сыну в Китай, попрощался с ним, после чего полоснул себя лезвием ножа по горлу и воткнул его в себе в живот. Медикам удалось спасти жизнему и тяжело раненому им гражданину КНР. Александра Леонтьева, Илья Татауру, специально для Забанфору.